Взаимные обвинения сыплются без остановки. Руководитель национального парка Иван Русев обвиняет местных чиновников и бизнесменов в потребительском и даже варварском отношении к природе. Те в ответ требуют увольнения эколога. После очередной перепалки вице-губернатор Соломея Бобровская просто уходит. Правда, очень скоро возвращается. В итоге решают встретиться еще раз. Проблем в национальном парке Тусловские лиманы хватает. Один из недавних скандалов связан именно с охотой в природоохранной зоне. В некоторых местах можно только рыбачить, но местные жители никак не могут оформить разрешение. Из-за изменений в структуре Минэкологии непонятно, кто теперь выдает лицензию. Дирекция Нацпарка даже разработала правила для рыболовов. Правда, касаются они только местных жителей, которые рыбу не продают. Он такой же член экосистемы, как и пеликан, и он имеет право своей семьей поймать рыбу и ее съесть. Но это раздражает и это гневит тех, кто монопольно узурпировал эти водоемы и хочет так дальше жить. Наша команда с этим не согласна. Мы будем стоять на точке зрения закона. А вот те, кто называют себя местными жителями, в особенности предприниматели, говорят, директор Льманов некомпетентен. И результат этой встречи их совершенно не устраивает. Поэтому готовы на крайние меры. Мы так и не поняли, чем закончилось. Нас это все не удовлетворило громады. И мы решили так, что мы перекрываем дорогу с общением до Рени, Одесса-Рени, до тех пор, пока не будет изменено руководство парка. Часть предпринимателей и чиновников требуют проведения конкурса на замещение должности директора Тузловских Льманов. Но пока этот вопрос остается открытым. Когда пройдет следующая встреча всех сторон, неизвестно. Алия Замчинская, Александр Пережилин, Первый городской.